Мы собрались, все в сумке закинули в багажник и в другую машину. Всё, не прощаемся с этим местом. А может с нами пойдёшь поторговаться туда? Конечно, я сам буду выбирать. Да, потому что я тебе хочу сказать, что это не дело. Но за мёдом, где мы брали мёд, вот этот мятный. Она только одна женщина идёт, потому что Фатима в прошлом году у неё брала. И вот эти орешки с сухофруктами. И она нам ещё и ногу положила, такая приятная женщина. Да, ногу тоже хочу. Да, да. И там по 150 рублей всё это. Сейчас идёт новый дождик. Солнышко и дождь. Она, она. Джаму на машине? Прикольно. За рулём. Молодец. Смотрите, какой вид открывается сейчас дождик. Солнышко. Солнышко с них. Мы приехали на рынок. Как он точно называется сейчас скажет Полина. Я боюсь перепутать. Здесь сувениры. Здесь как раз то, что нам нужно. Подарки родителям. Себе какие-нибудь тоже вкусняшки приобретём. Мы просто походим, посмотрим, что продаётся, какие цены. Потому что я знаю, что наши подписчики особенно любят рынки. И я в этом с вами схожая. Тоже могу часами ходить по лоткам, рассматривать товары. И сейчас глянем, что у них есть. Это вот овчина. А вот это кто? Я не знаю. Какой-то... Может быть, тоже овчина. По-моему, на ощупь тоже. Вот смотрите. Вот в это. Я периодируюсь, пойду. Ну, я думала, что у меня это мордочка не будет. Мы у вас брать не хотим, это что у нас два дня назад. Не помните? Выбирайте чаи. А сколько чай большой стоит? 200 рублей. Нет, вот этот большой. 150, по-моему. По 150. И вот этот? Вот это всё по 150. Возьмём чай? Давай тогда. А мёд по чём? Это мёд. По чём? По чём? А, 250. Свет, вот такие возьмите. Потому что здесь, смотри, у них и сухофрукты здесь, и всё. Сколько это стоит? Десять. А если мы возьмём побольше, сделайте скидку нам? Если мы возьмём парочку. Я уже не на себя торгую. А зайка. А это, видишь, ягодный, витаминный чай. Вот капельку кидаешь туда, пару ягодок, и он уже вкусный. Мы берём витаминный чай, потом облепиху с сахаром в две банки. И ещё это. Сухофрукты, да? Полина, с орешками. А вы нам дадите папахи сфотографироваться? Конечно. Мы же в Патте, помните, фотографировали своё? Даже мы у них делали чёрное и белое. Как это называется? Вот так у нас. Шапки. Папахи. Папахи подарил нам. Смотрите, мне белое, а Саше чёрное. Вы бы видели сейчас, Саша, я сейчас вам обхожу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Саша, это не так делается. Нет, а давайте тогда и так. Пойдём я ещё под ноги куплю нам. Пойдём. Мы сейчас идём смотреть шпуры. Такие они здесь клёвые. нам надо выбрать самую лучшую ну нам скидки сразу говорили цену знаем мне нравятся нежные такие девушка сюда смотрите это самая желтая она потому что натуральная а чисто беленькая она у меня есть только вот как был бог создал они все такие эти вот это 1500 вот видишь мягенькая поняла вот это выделка считается самая лучшая вот именно такая мягенькая хорошая да а есть такие которые колом знаете вот их не вы лучше меня знаете я вижу мы прыгнули к джами машину мы едем все вместе мы потому что и скучно и поэтому мы будем тебя сейчас развлекать полина говорит не секрет на торговле она горит торгуйся еще дешевле пойдем пойдемте давайте быстренько пойдем купим еще ту шкурку которая мне вчера запала в душу значит смотрите если говорить о том в каком месте мы купили в общем мы промониторили и азов и чигет в общем стало лучше шкурки у этой женщины покажи 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 вот эта женщина я самую лучшую вас зовут меня азинат знаете как легко запомнить зима в середине в начале а в конце ты вот ты мои на азинат очень приятно я все думала об этой шкурке днями и ночами мы уехали я думаю хоть бы она была цена качества цена качества это вот покупайте шкурки у азинат подарок это специи да эльбрус кускавказа специи видите аджика для курицы рыбы мяса тоже 100 рублей а еще аха взяла такую штуку это как пояс да или что это как называется ну да это для поясницы традиционный балкарский соус делается из вот этого вот это берешь и добавляешь просто в кисломолочный продукт или даже в сметану можно в йогурт греческий и сашлычок вот вы ели грибочки на костре у зале вот из него тоже чай делать и делала как вы его делаете чайник две чайные ложки так где-то 3 и все чай обалденный получает возьмите такой я возьму без ценника что вам это что заметно барбарис я взяла хорошее хамбарда отлично и таблик о чем вино это дико уставой вот облик пиха вот от 200 причем вино подождите подождите давайте так смотреть поочередно 400 рублей ну тут полтора литра по-моему 200 демида 150 калерей а 2 200 Можете торговать за улахи. А как я начала кататься? Просто нас подняли в детстве. У меня была маленькая, мы на экскурсию приехали. Я посмотрела с канатки. Смотрю, и так красиво ехал парень один. Я его запомнила, у него были такие рожки. Я такая, надо научиться, надо научиться. Мама с папой говорят, ты там убьешься, разобьешься. Не надо, даже и не думай. Мы против, мы тебе денег отдадим, чего не дадим. Короче, сиди. Я говорю, ладно. Как сейчас помню, хрюшевые штаны в полоску. Какая-то куртка, какая-то там бабулечка. Какая-то глупая. Я вышла, встала на дорогу. Меня подобрали. Я приехала в прокат. Дайте, пожалуйста, что-нибудь. Не важно, что у вас поломанный сноуборд. Ну, если бы тебе по тех, каких сорок последних разумерах что-то дать, тем не было, что ничего нет. Пошла, начала учиться. Там спрашивала, тут спрашивала. Какое-то, какие структора? Десятные, да. Только завезли сноуборд. Мы начали снолюбиться. Ну, я поняла, что это не дело. Там ездить на полутках. Просить бесплатный чай. Просить у кого-то снаряжение. Хотелось свое снаряжение. Хотелось одеваться нормально. Начала зарабатывать. Через два года я начала, когда уже научилась кататься, я начала работать с инструктором. Начала зарабатывать. Начала покупать сноряжение. Компировки. Поняла, что мне нужна машина. Начала накопить на машину. И начала работать вот так. А Инстаграм? Я не знаю, почему я только в этом году, начало ноября, я его начала вести. 7000 подписчиков сегодня. Это хорошо. Я даже не думала, что кому-то интересно, как я катаюсь. Столько полуоцовов, столько полуоцов, много жизненных эмоций. И все многие ждут, прям просят. И пересматривают по несколько раз, как я катаюсь. И думала, ладно, почему нет. Потом уже посыпались просто звонки без конца. Я начала учить. И не хотелось никому отказывать. Работала на Инстаграм. И мне уже просто нужно было выбирать либо мегафон, либо... А зачем мне мегафон с зарабатой 8000 рублей, когда я могу в день зарабатывать 8000 рублей. Все, я ушла. Я даже не думала об этом. Потому что, на самом деле, с людьми очень сложно работать. В мегафоне ты работаешь. Где-то мои 5 рублей, где-то мои 50 копеек. Где-то все, кто ругаться приходят. Там, в принципе, на позитиве. О, привет! Там никто не приходит. Сюда люди приезжают отдыхать. Ты им даришь это. О, да. И тебе хорошо от того, что люди улыбаются. Я всегда спрашиваю, вам понравилось? Вы довольны? Я не знаю. Может, просто мне и не говорили, но еще не этим. Вы довольны? Не в шок. Потому что, когда человек учится, когда у него начинает получаться, ему начинает нравиться, и естественное настроение поднимается. И не было ни одного ученика, который бы сказал, Борт, это не море. Уже слышишь, переходили на Борт. И мне кажется, я сейчас с любым просто поскорю. Уже за 8 лет стажа работы, да. Что я просто любого поставлю на Борт. И даже поскорно. Может быть, чуть-чуть больше времени потребуется, чем час. Но 100% на задний кат. И 2 часов это потолок станет любой. Если у него нет проблем с варикозом, по состоянию здоровья, если у него головами кружится, то эти моменты мы не берем в счет. Если у него в состоянии отличное здоровье, то почему нет, пожалуйста, вперед. Главное, просто правильно объяснить, научиться расслабляться. Я тоже, вот это в книжках не пишут, расслабься. Никто в книжках не пишет, облокачиваясь на заднюю стеночку ботинка, разгружая всю группу мышц. Никто не пишет. В книгах много чего пишут. Я вот смотрела по телевизору, смотрела тоже в ютубе ролик. Президент федерации сноубординга женщина там позвала инструктора и говорит, как правильно падать. Вот я вам сказала, да, с корточек на одну сторону. Он говорит, берегите запястье, колени и копчик. Он говорит, на самом деле на сноуборде очень сложно упасть. Он меня убил просто. Я так нервничала. Как это сложно на сноуборде упасть? На сноуборде вообще не сложно упасть. Мы сейчас приехали в кафе «Пятница». Здесь работает сестра Ахи. Сейчас мы будем есть шашлыки. Вы посмотрите, как я сгорел. Это просто кошмар. Вроде бы не чувствуешь солнца, но сгораешь конкретно. Я предупреждал, мажьтесь кремами от загара. Многие люди там ходят рамбелые обмазаны. Я думаю, ерунда, а не сгорю. В итоге сгорел. Еще почему мы приехали именно сюда. Потому что сейчас здесь работает самый лучший шашлычник. Все говорят об этом. Это просто популярная личность, которая делает самый вкусный шашлык. И мы договорились с Сахарой, что в последний наш день здесь обязательно поедем в шашлык. Мы хотели поехать, когда ехали туда, но по времени не успевали. А сейчас вот у нас есть время поужинать. И у нас дикий аппетит с верхней просто. Голод? Знаете, по которому встало? Вы видите? Да! Вот это они дров завезли. В прошлый раз их не было. Вы посмотрите просто, сколько их всех дров сейчас здесь. Здесь уже горит огонь. Меня зовут Арсен. Арсен, меня Света. Приятно с вами познакомиться. Очень приятно. Мне сказали, все говорят, что вы самый лучший шашлычник здесь. Все здесь, все. Это, наверное, люди знают. Я-то не знаю. Может быть. Сегодня мы попробуем ваш шашлычок. Буду только рад. Как вы думаете, в чем секрет самого вкусного шашлыка? Почему ваш шашлык такой вкусный, а у остальных не такой вкусный? Ну, кто как делает. Кто душой делает так, а кто так. Душа, да? Как автомат, конечно. Понятно. А вот на ваш взгляд самый вкусный шашлык из какого мяса? Баранино. Баранино? Самый вкусный шашлык это из баранины. А мы сегодня какой будем есть? А? А мы будем какой сегодня есть? Какой вы нам приготовите? Баранину. Еееее. Ходи гуджат баранину. Настоящий шашлык только из баранины. Все остальное это так. А можно вас спросить еще последний вопрос? А вы долго уже занимаетесь этим? Признавайтесь. Ну, да. Ну, лет 16. Ого. Ну, с 2000 года. 2000 года. При коммунистах. В турбазах работал. Потом в кафешке. А теперь вот в тормозе. Раньше наверху работал. Да, да. Мне говорили. Я уже про вас все знаю. Да. Да. Заочно значит все знаете. Да. Все все хорошо. Я почему и так хотела. Мы там катались все наверху. Так было здорово. И так проголодались. И все говорили. Вот сейчас поедем есть самый лучший шашлык. Давайте не перебивать аппетит. А мы прям ждали. Да, да, да. Это шампиньоны, да? Да. Ого. Они тоже вкусные между собой. Я в прошлый раз здесь ела. Очень вкусные. Они с чем-то с добавлением какой-то травы, чесночка. Такие сочные. Я просто вообще чуть пальцы не съела свои. Да. Ну вот сейчас мы вам сделаем и такие. Попробуйте, что за шашлычок. Спасибо. И как там наверху катание? Есть снег? Полно. Завались. Мы поднимались на самый-самый верх. На самый-самый верх. Куда только максимально подъемник поднимает. А потом мы ехали на снегоходах. Еще выше. А мы второй день на доске катаемся на борде. Я упала, наверное, тысячи две раз. Но это было так здорово. И я хочу приезжать каждый год. Хочу купить себе свою доску, красивую куртку яркую. И кататься уже прям хорошо. Чтоб тебя прямо снизу увидели, да? Да, мало где я там воткнусь, чтоб знали, где мои ноги откапываются. Да, да, да. Надо, надо, надо. Кататься это хорошо. Спорт? У меня уже, блин, пятьдесят лет я до сих пор, блин, спорно. Отлично. А вы знаете Джамму? Джамму? Да. Самую-самую-самую красивую девочку в тормозе? Да. Знаю я. Она инструктор. Да, да, да. Она научила нас кататься. За час мы уже стояли на доске, преодолели страх и уже вот летели просто... Джамму, Джамму это супер. Она сейчас тоже будет есть ваш шашлыч. Да. Мы все вместе приехали. Да, мы не впервые, так что она знает. А она про вас сказала, что вы самый лучший шашлычник. Это уже который человек, который мне подтвердил. Ну, меня, считай, пол России знает. Да, да, это да. А вы катаетесь на чем-нибудь? На лыжах. На лыжах. Значит, вы лыжник. У нас идет тут вечный спор. Лыжник или снова партист? Нет, я об этом не спорю. А мы что ближе? Ага. Хорошо. Хорошо. Привет, Мелочь. Салам алейкум. Как дела? Что ты так давно ко мне не приходил, а? Здравствуйте. Что, меняемся? Ты мне велик, я тебе машину. А? Нет. Давай махнем. Говорят. Не хочет? Я ему целый-целый уазик даю. Ангель запец свой не может мне отдать. Я еще хочу вас спросить. Ага. Да. Используете ли вы в приготовлении шашлыка вот эти угли покупные и смесь для розжига специально? Нет. Нет. Нафига не нужны. Это отрава? Да. Конечно. Это неправильно. Вот смотри. Ага. Оттуда, с этих углей, ничего натурального не осталось. Понимаешь? Они чем-то пропитаны химикатами какими-то. Понимаешь? Да. Вот. Разжигаешь, а от этого запаха у меня голова болит. Я даже возле мангала не смогу стоять. Был один случай, пока я сам не убедился вену. Вот. Но на природе сидели, всем лень была короче дрова разжигать. Пошли, купили, принесли углей. Они вонючие. Я и тогда не разрешил для розжиг вот эту жидкость. А сейчас я вообще... Вон, чинар. Равного нету. Я когда зашла, думала, ого, а сколько? Тайскую стену построили. А что это дерево-то? Чинар. 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 Не знаю. Ну, это у нас растут. Вот, может, и главный секрет. А вы как-то особенно еще маринуете, да? Да, нет. Нет? Ничего колдовать не надо. Все должно быть натурально. Вот показывает по телевизору, да? Так красиво это все они преподносят, так красиво разговаривать. Это добавляем, это добавляет. Это у них мясо такое, за это они добавляют. А у нас мясо парное. Здесь, по-моему, зачем нам туда что-то добавлять? Надо, чтобы этот натуральный вкус был. Соль, перец и чуть-чуть водички. И все, шикарно. И ваши души. Да. Ну, это уже срок. Удивительной скромности человек. Все, спасибо, что рассказали нам. Все, проходите вовнутрь. Сейчас мы все вопросы решим. Спасибо. Какой хороший человек. Будьте здесь, обязательно приходите к нему. Потому что он самый лучший шашлычник. Его знает очень-очень-очень много людей. И все хотят к нему попасть, поесть. А мы сидим с вами. Наш шикар почти готов. Мы снимали, как его там готовят. Повар такой классный, мужчина такой добрый. Про что он нам рассказал? Я его спросила сейчас секрет с самым вкусом шлыка. Он сказал, хорошее мясо. Не то, что вот по телевизору показывает. Там маринад вот эти все там новомодные. И душа. Так что сейчас все будете пробовать. Самое вкусное сглаза с бараньями. Давайте посмотрим, какие цены. Салаты. Цезарь 180 рублей. Свежий салат 100 рублей. Нарезки. Мясная нарезка 300, сырная 250, овощная 200. Так, супы. Солянка 150. Лагман. Вот мы имели очень вкусно. 150. И давайте посмотрим, собственно, наш шашлык. Шашлык из баранины 70 рублей. Из говядины 230. Из курицы 200. Люля на мангале вообще 120 рублей. Овощи на мангале 120. И грибы 120. Грибы вот очень вкусные. Мы уже пробовали. И сегодня тоже будем их есть. А эта цена, кстати говоря, не за 100 грамм, а за порцию. И вот то же самое по форели. То есть это целая рыба стоит 200 рублей. Какого бы она размера ни была. Ого. Это хорошо. Если вы собираетесь ехать с Мэльбрус, вы приезжаете мимо города Тарнаус, обязательно здесь остановиться, вот в этом кафе пятница. Попробуйте шашлыки, потому что они здесь самые вкусные вообще в этом округе. И, конечно, хачаны. Здесь они тоже самые вкусные. Вот ребята вижу, знают, рекомендуют. Поэтому в любом сюда надо будет заехать, и он будет все это попробовать. Если хотите, конечно, в настоящих кафе попробовать, то как они должны быть. Я предлагаю сделать Маба Лай. А, вы ролик снимаете, да? Конечно. Одиноко здесь лежит. Давай, только честно. А почему он такой нежный? Огонь. Ого, это что-то. Это Джимиль. У него своя. У меня и уксус. Друзья, шашлык. У них реально какой-то смесь. Я думаю, это из-за того, что мясо свежее. Но они сами здесь все врачат. Болгарх. Обалдеть. Ты уксусом поливаешь? Да. Ух ты, прикольно. Ух ты. Я такого не ел. Вот они сказали. Реально шашлык. Это что-то вообще уникальное. Теперь попробуй с курицей. А у тебя что? У меня люля и овощи. Угу. Здесь. Малина, а это курица, да? Да, это курочка. Так, а что тут еще? Тут пистолетики. Ммм. Это баранина на кости. Вот она такая. Потом это люля из баранины. Ммм. И мякоть баранины. Вот. Так же, что тут еще? Тут, ну я не могу. Камера, жалко, что камера не придает запах, аромат. И в курсе. Тут так пахнет шашлыками, что это аж прям мурашки по коже. И еще вот в этом заведении в пятнице фирменное блюдо грибы с соусом тузлук, который мы, кстати говоря, купили специальные специальные, чтобы делать этот соус. Да, да, да. Попробуйте обязательно грибочки вместе с баклажаном. Очень вкусно. Привет. Привет. Даля, вообще, как вам? Очень хорошо. Такой вкусный шашлык. Такой классный. Поснимали, как его готовят. О-о-о-о. Привет. Привет. Очень вкусно. Прямо уже объелись. Да ладно, ты так всегда говоришь, а потом голодные. Да не было такого. В общем, друзья, мы посидели, поели. Все хорошо. И сейчас направляемся в Пятигорск. В Пятигорск где-то часа два ехать будем. Мы уже поздно, уже вечер. Давайте мы придем и даже спать. Все, мы закончили наш отдых в Прельбрусье. И сейчас приехали в Пятигорск. Время половины одиннадцатого ночи. Ребята нас привезли. Мы по дороге буквально нашли гостиницу, где будем жить. Она называется, по-моему, Южная. Она находится прямо возле ЖД вокзала. Здесь карточки электронного доступа. Стоит две тысячи за сутки номер. Можно выбрать раздельные кровати, можно двуспальную. Чем хорошая эта гостиница, это тем, что она находится прямо с ребятами. Они живут здесь неподалеку. Завтра мы встречаемся и продолжаем наше путешествие. Чтобы недолго было ехать, сняли здесь. Ну, по фоткам было все прилично. Давайте посмотрим, что здесь есть. Начнем с ванной туалета. Здесь душевая кабина. Хорошая, в принципе, сантехника. Ничего сверхъестественного. В престоле было, конечно, намного все круче. Саша врезался в дверь. Но это, знаете, уже бюджетный отдых. И тоже неплохо. За такие деньги. Хороший унитаз, который чуть-чуть покосился. И знаете, сейчас такой был смешный момент. Я на ресепшене спрашиваю, у вас вода есть в номере? Она такая, конечно. А вы имеете ввиду питьевая? Питьевая нет. Как-то нет воды питьевой. Пришлось еще купить. Конечно, я имею ввиду питьевую. Мы заходим в саму комнату. Здесь у нас кровать двуспальная, которую просто сдвинули на кровати и назвали большая двуспальная. Потом кондиционер, люстра. Очень такая интересная. Не люблю люстры, но куда деваться. О, телевизор. Какой хорошенький. Конечно, после брестольских плазм. Это, кажется, как динозавр. Даже думаешь, как его вообще включать. Здесь еще у нас есть графин без воды. Что хотите его наливать, пользуйтесь. Потом пустые перечницы и солонки. Быть может, вы приехали со своим перцем. Думаете, мне бы перечницу. А? Вот она. Все продумано. Телефон. Можно позвонить. Здесь у нас холодильник есть. О, есть маленький холодильник. Отлично. Что там у нас? Пусто. Дальше шкаф. Туда можно развесить какие-то вещички. Номер небольшой, но нормальный. За 2000 самое то. Цена, качество соответствует. Сейчас мы искупаемся и ляжем спать. Потому что завтра у нас еще один прекрасный, насыщенный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова